Добрый вечер, в эфире новости ТВК. Для вас работает Елизавета Шушаначева и прямо сейчас о главных событиях этого дня. Считаю себя обманутым, так как офис опечатан. Офис опечатан. Вебер Андрей Викторович не выходит на связь уже три недели. Гарантировали сверхвысокий доход, а получили сверхмного пострадавших. Более 40 красноярцев обвинили компанию «Легион» в мошенничестве. По всей стране обманутыми себя считают больше 200 человек. Какие суммы потеряли люди и чего им ждать теперь? Специальный репортаж Алены Кузнецовой. Екатерина Мизулина приедет в Красноярск и посетит последний звонок в школе 108. Почему глава Лиги безопасного интернета выбрала именно эту школу и чем еще она займется в нашем городе? Всем это нравится, это очень красиво, а мне от этого, к сожалению, плохо. Самый опасный сезон для аллергиков. Врачи отмечают уже привычный для весны наплыв пациентов. Как спасаться от пыльцы цветущих растений, расскажет Никита Тимонин. Как можно подобрать слово, чем оно пахнет, если оно воняет? Продолжаем сезон перепроверки. На этот раз Екатерина Кошучик вновь побывала в службе доставки больше, чем еда. Прошлый раз закончился с заявлением в Роспотребнадзор. Удалось ли заведению исправить хоть какие-то нарушения? Новая финансовая пирамида рухнула в Красноярске. Так утверждают ее же инвесторы. Более 40 человек обратились в полицию, обвинили в мошенничестве компанию «Легион». Фирма работала 7 лет и привлекала вкладчиков по всей стране. В начале мая выплачивать дивиденды перестали. Руководитель компании улетел за границу и на связь больше не выходит. Чем заманивали инвесторов, какие суммы потеряли люди и чего им ждать теперь? Об этом прямо сейчас в специальном репортаже Алены Кузнецовой. Сейчас офис опечатан. Андрей Викторович Вебер не выходит на связь. Денег нет, выплат нет. Я считаю себя лично обманутым. Это Игорь Ермаков считает себя обманутым компанией «Легион». Красноярец занимается бизнесом по производству мебели. В сентябре у предпринимателя появились свободные 4 миллиона рублей. Решил вложить под процент. Знакомые посоветовали торговый и финансовый «Альянс Легион». Сказали, что есть такая компания, существует, привлекает деньги. Я спросил, чем она занимается. Мне объяснили, что это торговая компания, которая занимается поставками в Китай. У нее производство по бутылированной воде. У нее микрокредитная организация, которая выдает займы. И, соответственно, для увеличения прибыли они привлекают инвестиции. Инвестиции под процент. Соответственно, я вложил свои деньги и в итоге 7 раз получил выплату. В общем, более чем за полгода Игорю выплатили 1 960 000. 7 раз по 280. Последние свои проценты он забрал в апреле. Инвестор в минусе больше, чем на 2 миллиона. И он такой не один. Своей историей с новостями ТВК делится красноярка Галина. Имя женщины мы изменили намеренно. Она согласилась все рассказать на условиях анонимности. Деньги женщина вложила не свои, кредитные. Договор заключала в офисе. Проценты каждый месяц забирала там же наличными. О компании узнала от знакомых. Потом стала следить за деятельностью альянса в соцсетях. Видела, что там открывался завод, что они ездили, что там какие-то встречи, что какие-то презентации проходят. В итоге я в июле 2021 года вступила. У меня был процент 5%. Получала, проблем никаких не было. В 2022 году я продлила. А еще 70 тысяч внесла. Было у меня 920 тысяч. Был договор в последующем заключен с июля 2022 года по июль 2023 года. Также все получала. В 2023 году мы прелонгировали договор. У меня последняя выплата, что уж говорить, 46 тысяч было. И на этом все. В начале мая менеджеры сообщили клиентам. У компании якобы проблемы с денежными переводами из-за западных санкций против России и Китая. Руководитель улетел за границу, чтобы все решить. Правда, со 2 мая на связь не выходит. Подождите. Но ждать некоторые вкладчики оказались не готовы. Пришли в полицию с заявлением. Сразу после обыски в офисе оперативники выносят документы и оргтехнику. Что, лаве? Да. Разойдитесь, пожалуйста. Знаете, в какой тропке лаве? К сожалению, ни в какой. Открытость, доверие, долгосрочное партнерство – вот три основные принципа, на которых базируется наша деятельность. А начиналось красиво. Это тот самый пропавший с радаров руководитель Андрей Викторович Вебер. В 2018 году на заре Легиона приглашает первых инвесторов. Рассказывает, что компания поставляет в Китай куриные лапы, подсолнечное масло, муку и другие продукты. Еще одно направление, которым позже привлекали вкладчиков – производство бутилированной воды и продажа ее в ту же Поднебесную. Компания зарегистрирована в Красноярске за семь лет работы у Легиона тысячи физлиц-инвесторов. Деньги привлекали по всей стране – Московская область, Сочи, Барнаул, Абакан, Новосибирск, Новокузнецк. Сейчас те, кто считают себя обманутыми, делятся своей бедой в сети. Осознание пришло уже, конечно, сейчас. Тогда все-таки это было на доверии больше. Я очень много людей знаю, которые там не один год инвестировали. Это очень как бы, ну, знакомых очень много. Конечно же, это пирамида. Закончились первые выплаты, все, до свидания. Наша пирамида разрушилась, все. Это кошмарно, конечно. Я надеялась, что она лопнет не на мне, а потом… Ну, я допускала эту мысль, может быть, конечно. По самым скромным подсчетам, обманутыми себе считают больше 200 человек со всей страны. Именно столько состоит в тематическом чате. Только после приостановок выплат они увидели, что Центробанк внес организацию в черный список еще в 2021 году. Коллеги, по несчастью, говорят, многие брали огромные кредиты, продавали квартиры, чтобы вложиться в Легион. Еще один цифровой след Альянса – закрытый официальный канал в Телеграм. На него подписаны больше 2000 человек. Одно из последних сообщений – очередные обещания, что руководитель Вебер вернется. Пожалуйста, не стоит делать поспешных выводов и подождать еще немного времени. Андрей Викторович не тот человек, который будет действовать подло в отношении своих партнеров и друзей. Именно по этой причине я думаю, что нужно взять паузу и немного подождать. Из офлайн-проявлений Легиона остался опечатанный офис в Красноярске на Петра Ломака. Вывески компании там, к слову, нет и никогда не было. Клиентам менеджеры объясняли – ремонт еще не закончен. В этот офис компания переехала в апреле. До этого Альянс принимал вкладчиков в офисном центре территории Аннабрянской. Еще раньше – в дубле в Покровке. Мы в бизнес-центре на Караульной. Здесь бывший офис компании «Легион». О том, что она здесь работала, напоминает только таблички с графиком работы. Ну, двери, понятно, закрыты. Здесь компании уже давно нет. Соседи по офису рассказывают, что время от времени сюда приходят люди в поисках сотрудников компании. Ну, судя по всему, это вкладчики, но никого не находят, как и мы. Вернуть вложения теперь уже едва ли удастся, считают эксперты. «Легион» не первая подобная компания и не последняя. Финансовая пирамида – это всегда сложное и чаще всего громкое дело. Будут искать организаторов, активных участников, возможно, тоже начнут привлекать, как мы это увидели, на примере с «Финика». Ну и все, простые вкладчики, как обычно, своих денег больше не увидят. Эта часть из них будет до конца верить, что все это какой-то заговор и действительно оболгали честную компанию. Как это было с МММ, я с тем же «Фиником», опять же. Все как всегда. Уголовного дела по «Легиону», правда, пока не завели. Красноярская полиция получила более 40 заявлений вкладчиков. Идет проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Опрашиваются заявители, проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством. Полицейские полагают, что потерпевших может быть больше. Граждан, лишившихся своих денежных средств или ожидающих исполнения условий по договорам, заключенным с данной организацией, просьба обратиться в ближайший отдел полиции или по телефону 02. Но инвесторам «Легиона» мало возможного уголовного преследования. Говорят, власти должны ввести дополнительные нормы для подобных компаний. В последнее время очень много стало компаний, у которых может возникнуть злой умысел, обмануть людей. Нужно создать закон. Закон, к примеру, что если руководитель собирает деньги, на масштабирование своего бизнеса привлекает, то ему нужно запретить выезд, запрет за границу. И правда, побег руководителя за рубеж уже типичный исход. Вспомнить только недавнюю красноярскую историю Романа Гольдмана и его агро-вклад. Полиция рапортует, бизнесмен сейчас в некой недружественной стране объявлен в международный розыск. Что же касается главы «Легиона» Андрея Вебера, он, как говорят его подчиненные, в Китае. Вот только похожего на него человека видели южнее, в Таиланде. Теперь вкладчики переживают, как бы Вебер не упорхнул еще куда-то, откуда в Россию не экстрадируют. Алена Кузнецова, Вячеслав Кебиков, Новости ТВК. И об уже упомянутом романе Гольдмане. Арбитражный суд рассмотрел заявление Сбербанка о признании банкротом двух его бизнесов – «Голдмангрупп» и первая заготовительная компания. В общей сложности оба предприятия задолжали больше 1 миллиарда 200 миллионов рублей. Арбитражный суд признал заявление заемщика Сбербанка о банкротстве обоснованным. Над компаниями начали процедуру наблюдения. Во время этого процесса должнику позволяют работать так, будто у него нет долгов. Это помогает понять, могут ли компании восстановить свою платежеспособность. На этот период суд назначает организациям временного управляющего и оставляет право за кредиторами наблюдать за работой. Убийцу свахи Нины Кузьминой приговорили к 13 годам колонии. Об этом сообщают в Следственном комитете. Напомню, все произошло весной прошлого года. 3 марта 44-летний мужчина убил пенсионерку ключом-трещоткой. У нее в машине. Сделать это его подговорила знакомая Кузьминой. За это она пообещала простить красноярцу долг в 600 тысяч рублей. Организовать убийство женщина решила тоже на финансовой почве. Она была должна жертве 300 тысяч рублей. Заказчица передала красноярцу адрес и рассказала о маршрутах Кузьминой. После этого мужчина втерся в доверие к жертве. По версии следствия, красноярец убил Кузьмину, угнал ее Мерседес и приехал в квартиру, где забрал из сейфа больше 2 миллионов рублей. Затем он переложил тело Кузьминой в свою машину и сжег останки в лесу Иркутской области. Изначально красноярцу грозил срок до 20 лет лишения свободы. Но он заключил досудебное соглашение со следствием. По этому меру смягчили лишь до 13 лет колонии строгого режима. Дело в отношении заказчицы убийства тоже передали в суд. Женщине грозит до 20 лет лишения свободы. Напомню, Нина Кузьмина в 90-е и нулевые была самой известной с Вахой в Красноярске. Она одна из первых в городе открыла брачное агентство. Москвичка возглавила Красноярский Минздрав. Губернатор Михаил Кутюков назначил Наталью Говорушкину заместителем министра и возложил на нее обязанности руководителя ведомства. Ранее Наталья Говорушкина была советником губернатора по здравоохранению. В этой должности она проработала с ноября 2023 года. Уже тогда и пророчили место руководителя Краевого Минздрава, однако информация не подтвердилась. Говорушкина прибыла в Красноярск из Москвы. Она кандидат медицинских наук. До нее исполняющим обязанности был Александр Украинцев. На этой должности он находился всего три месяца. Украинцев, напомню, временно руководил Минздравом после увольнения Бориса Немика. Немик же возглавлял Краевую медицину с 2018 года. Правда, с приходом губернатора Кутюкова с приставкой ИО. Таким образом, постоянного министра здравоохранения в Красноярском крае нет уже больше года. Напомню, на прошлой неделе задержали бывшего заместителя министра здравоохранения Анну Москвину. Ее обвиняют в превышении должностных полномочий. Следователи сообщают о махинациях с медицинским оборудованием с ущербом Боня более 126,5 миллионов рублей. Москвину отправили под домашний арест на два месяца. По словам адвоката, экс-чиновница вину не признает. Стало известно, чем займется Екатерина Мизулина в Красноярске. О поездке главы Лиги безопасного интернета в наш город стало известно 20 мая. Тогда Мизулина создала специальный телеграм-канал. За трое суток на него подписалось около 4 тысяч человек. В канале Мизулина устроила конкурс. Красноярским школьникам нужно было записать видеоприглашение, чтобы глава Лиги посетила именно их учебное заведение. Выиграла школа 108 в Зеленой Роще. В своем ролике выпускники рассказали о регулярных патриотических мероприятиях. Екатерина Мизулина приедет в 108-й школу на последний звонок. В комментариях одни выпускники радуются визиту, другие выражают недовольство. Третьи приглашают главу Лиги в их школу и университет. Может, не надо? Екатерина, никого не слушайте. Ждем вас. Красноярск может ответить ей пустым залом. Екатерина Михайловна, действительно, проведите встречу со студентами, школьниками в СФУ, в котором есть прекрасный большой конгресс-холл. Кроме визита в 108-ю школу, Екатерина Мизулина проведет большую встречу с красноярской молодежью. Она пройдет 25 мая в Кристалл-арене в 13 часов. Вход для школьников и студентов свободный. Можно также приходить вместе с родителями и педагогами. Кроме того, Мизулина сообщила, что во время визита в Красноярск почтит память Оксаны Василишиной, создателя поисково-спасательного отряда «Поиск пропавших детей в Красноярск». Новое уголовное дело в российских военных кругах. Накануне стало известно об аресте экс-командира 58-й армии Ивана Попова. Как сообщает ТАСС, генерал-майора подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. По данным телеграм-каналов, сумма ущерба составляет более 100 миллионов рублей. Попов якобы похитил, а затем продал около 2000 тонн металлоизделий. Они предназначались для гуманитарной помощи, строительства, укреплений на Запорожском направлении. Там Попов руководил обороны. В июле 2023 года его отстранили от должности после того, как он доложил командованию о проблемах российской армии и раскритиковал решения руководства Минобороны РФ. Адвокат Попова Сергей Буйновский сообщил ТАСС, что защита обжаловала заключение под стражу. По словам адвоката, обвинение генерал-майору пока не предъявлено. Официальный арест Попова силовые ведомства не комментировали. Напомню, ранее по делу о получении взятки в особо крупном размере суд арестовал замминистра обороны России Тимура Иванова, а также и начальника главного управления кадров ведомства Юрия Кузнецова. Также на прошлой неделе в Министерстве обороны произошли кадровые изменения. Главой ведомства назначили Андрея Белоусова, Сергей Шойгу уволили с должности и назначили секретарем Совета безопасности. И прямо сейчас мы прервемся на короткие анонсы рекламы. Если вы хотите узнавать новости в течение дня, заходите в наш телеграм-канал ТВК Нью. Там мы публикуем самые важные и срочные новости, обновляются каждые 10-15 минут. А еще среди подписчиков мы разыгрываем 30 тысяч рублей и итоги подведем уже 30 мая. Подписывайтесь на ТВК в Телеграме, адрес ТВК Нью и обязательно участвуйте. Почти три тонны опасной молочной продукции уничтожили в Красноярском крае. В каких товарах нашли нарушения? Весна – самый опасный сезон для людей с аллергией. Как облегчит реакцию на пыльцу? Узнавал Никита Тимонин. Вы смотрите новости ТВК. Наш телефон 200-0065. И мы продолжаем выпуск. Почти три тонны опасной молочной продукции уничтожили в Красноярском крае. Речь идет о молоке, кефире, сливочном масле и других продуктах, произведенных на Балахтинском молокоперерабатывающем предприятии. В марте этого года специалисты Роспотребнадзора провели в компании «Сибирь» плановую проверку и выявили множество нарушений. Так, в масле крестьянской эксперты нашли кишечную палочку, а также плесень и дрожжи. Их количество превысило допустимый уровень и в образцах йогурта, мюсли, злаки, ваниль, а также в твороге Балахтинский. Специалистов Роспотребнадзора привлекли и даты изготовления кефира, молока, сыра, сметаны, сливок и йогуртов. У одних продуктов пометка отсутствовала, а у других стояла дата из будущего. В итоге почти три тонны продукции на сумму около 300 тысяч рублей эксперты сняли с реализации и уничтожили. В Роспотребнадзор оштрафовал предприятие на 300 тысяч рублей. Юрлицо эту сумму уже выплатило. Эксперты Роспотребнадзора рассказали ТВК, как выбрать качественную молочную продукцию. В первую очередь не следует приобретать молочные продукты, если информация о товаре нечитаема или нанесена слишком мелким швистом. При выборе продукта всегда нужно обращать внимание на упаковку. Она должна быть целая, не вздутая и не иметь следов деформации. На товаре должна обязательно присутствовать вся необходимая маркировка, в том числе срок годности, условия хранения. Не следует покупать молочные продукты у случайных продавцов. Лучше отдать предпочтение местам санкционированной торговли, где имеется необходимое оборудование холодильное для сохранения качества и безопасности молочной продукции. Вачинский пёс боксерской породы загрыз Чихоухуа во дворе жилого дома. Момент нападения попал на камеры наблюдения. Осторожно, видео не для впечатлительных. На кадрах видно, как женщина гуляет с Чихоухуа на поводке. И на неё нападает собака более крупной, предположительно, боксерской породы. Хозяйка маленького пса пытается отбить его от нападающего, но ничего не получается. После подбегает мужчина, видимо, хозяин большой собаки, и отводит её, но потом отпускает, а пёс снова бежит к женщине. В это время она уже уносит своего питомца на руках. От полученных травм Чихоухуа скончался. Хозяйка погибшего питомца обратилась в полицию. Теперь правоохранители ищут владельца нападавшего пса. В Красноярске в самом разгаре сезон аллергии. Врачи отмечают уже привычный для весны наплыв пациентов. Как облегчить реакцию на пыльцу и какие растения особенно опасны для человека. В сюжете Никита Тимонина. Всем это нравится, это очень красиво, а мне от этого, к сожалению, плохо. В Красноярске Ирина рассуждает о цветущих деревьях, но в полной мере насладиться красотой не получается. У женщины аллергия. Уже больше 10 лет Ирина очень тяжело переживает каждый приход весны. С апреля перед выходом на улицу ей приходится пить таблетки, однако и они не всегда справляются. Чуть начинают распускаться почки, у меня сразу появляется аллергия. То есть меня спасают вот в этот период конкретно только уколы. Ставим гормон, преднизолон обычный, то есть продается в аптеке, стоит не так дорого. Но как бы муж научился делать уколы, ставит, выбора нет. Ирина, очевидно, не одинока в своей проблеме. По данным исследования, которое публикует «Известия», в 2023 году 54% россиян хоть раз сталкивались с реакцией на цветение. В соцсетях ТВК, в свою очередь, откликнулись почти 100 аллергиков. А во время нашего опроса на улицах города примерно четверть красноярцев страдают от пыльцы. У вас есть аллергия? Да, вот сейчас у меня аллергия. Причем, не знаю, дождя вроде должна была пройти, может быть, сейчас березы начинают распускаться. Ну, то есть есть аллергия. На шерсти, на цветение. Что делаете? Боретесь или как-нибудь? Или просто из дома не выходите? Я смирилась. Ну, пью таблетки, гуляю. Что? Ну, цветет и цветет. Жизнь-то продолжается. Подруга, муж, дети по линии мужа пошли, тоже аллергия страдает. А на продукты? На продукты, на пыльцу, вот, ну, это все. Главным аллергеном для россиян эксперты неизменно выделяют березу. Ее период цветения один из самых долгих. Начинается он в апреле и может продлиться вплоть до августа. Но специалист в сфере озеленения Ксения Котовская рассказывает, береза не единственное растение, которого стоит сейчас опасаться аллергикам. Сейчас цветет у нас весь город. У нас цветут шикарные яблони, яблони, черемухи, цветет, береза цветает. То есть начинают цвести еще и одуванчики, что самое аллергенное, в общем-то. Вот-вот уже даже сосны начнут цвести. То есть по сути, поэтапно мы сейчас находимся на пике цветения практически всех растений, которые образуют пыльцу. Однако, по мнению Ксении, пыльца далеко не главный фактор, который вызывает реакцию организма. По словам эксперта, самая значимая причина – экология, которая приводит к ослабленному иммунитету. Это подтверждают и врачи. Здесь может влиять как генетические какие-то факторы. То есть у людей, у которых родственники, близкие, кровные, имеют аллергию, у этого человека шанс выше заболеть аллергией. Также может в свою роль играть какие-то внешние факторы, например, такие как экология, какое-то вредное, вредные какие-то условия труда. Врачи советуют при аллергии не находиться на природе долгое время, особенно в ветреную и сухую погоду. Если вы все-таки решили выйти на улицу, то для защиты можно использовать специальные спреи и фильтры для носа. После прогулки медики советуют умыться и даже помыть голову, ведь именно в волосах оседает большее количество пыльцы. Самое главное, конечно же, не заниматься самолечением, говорят аллергологи. Если вы почувствовали беспричинный зуд или начали кашлять и чихать после прогулки, то лучше сразу обратиться к специалисту. Никита Тимонин, Анастасия Масленникова, Новости ТВК. Стала известна основная программа Дня города. Напомню, Красноярск отметит 396-й юбилей с 7 по 9 июня. В первый день, 7 июня, жители ждет поднятие флага, вечерние мероприятия на площади Свердлова и Центральной набережной, а также открытие летнего сезона трудового отряда главы города. 8 числа на набережных Енисея новый сезон откроет общегородской проект «Яркие берега». А в Татышев парке состоится Всероссийский фестиваль ВКФС-2024. В последний день празднования 9 июня развлекательные площадки будут работать в озеро парке «Октябрьский», в парке «Солнечная поляна», в сквере «Черемушки» и парке «Черехсотлетие» Красноярска. Игровые и спортивные локации развернут также на Ерыгинской и Центральной набережных, и на набережной за сквером энтузиастов. Подробности программы пока держат в секрете. Напомню, в своем телеграм-канале мэрия проводит голосование за слоган «На день города». Из предложенных вариантов пока лидирует «Большая семья в сердце России». Второе место у слогана «Красноярск теплее, чем ты думаешь». И на третьем «В большой семье не без дня города». Голосование завершится 23 мая. Ели, сосны и гортензии. Волонтеры акции «Зеленая волна» высадили более 50 молодых деревьев возле роддома номер 4. Почему решили озеленить именно эту территорию и как прошла посадка? В сюжете Стефания Гордиенга. Сейчас вода будет сгодана. Лопаты, ведра и сапоги – то, чем вооружились волонтеры акции «Зеленая волна». Екатерина Терская, одна из них, говорит, давно хотела поучаствовать в проекте, но не с кем было оставить маленького ребенка. Сейчас дочь подросла, и, наконец, Екатерина смогла вступить в ряды волонтеров. Садоводстве женщина не новичок, поэтому такая работа ей только в радость. Теперь Екатерина с остальными участниками акции делает свой вклад в озеленение территории Красноярского межрайонного роддома номер 4. И должно быть больше таких акций, потому что люди на позитиве. Вообще здорово, когда молодые девчонки потом придут в этот роддом рожать своих маленьких, замечательных малышей, будут здесь гулять, смотреть в окна и видеть плоды своего труда. Всех волонтеров поделили на команды так, чтобы в каждой был хотя бы один мужчина. Он выкапывает лунку и переносит растения. Женщины контролируют процесс, подсыпают землю и поливают саженцы. Я сама в садоводстве мало что понимаю, но волонтеры акции мне подсказали, что при посадке растения нужно обязательно хорошо залить, потому что в мокрой почве оно гораздо лучше приживается. Акцию «Зеленая волна» ежегодно организовывает компания «Русал». Специалисты предприятия говорят, она популярна среди жителей Красноярска и корпоративных волонтеров. В этот раз их почти 70. Около 15 человек – сотрудники 4-го роддома. И вот почему высадить ели, сосны и гортензии решили именно здесь. В этом году, например, в Красноярске родильный дом номер 4 был выбран потому, что у родильного дома, так же как и у Красноярского алюминиевого завода, в этом году юбилей. Кразу исполнилось 60 лет, а родильному дому номер 4 – 50 лет. И в свое время он строился в Зеленой Роще, где жили большинство кразовцев, именно для того, чтобы обслуживать семьи сотрудников Красноярского алюминиевого завода в первую очередь. Поэтому неразрывно связаны 4-й роддом и Красноярский алюминиевый завод. Такую акцию по озеленению проводят с 2018 года. За это время в ней приняли участие более 5000 человек. Они высадили почти 8000 деревьев, кустарников и декоративных растений. К слову, «Зеленая волна» проходит не только в Красноярске, а еще более чем в 20 городах по России. И каждый год их становится все больше. Стефания Гордиенко, Илья Сергеенко, Новости ТВК. Уборка дорог во время дождя. В мэрии ответили, насколько это правильно и эффективно. Подробности в рубрике «Новости коротко». В мэрии объяснили, зачем дороги моют в дождь. Жители часто жалуются, что уборка улиц проходит в непогоду. Зрители ТВК присылают видео. Люди удивляются такому способу наведения чистоты и сомневаются в его эффективности. Однако в мэрии Красноярска отвечают, «Под дождем грязь размокает, и ее легче смыть под струей воды». Цитата. В итоге асфальт очищается быстрее, качественнее и экономичнее при небольшом расходе воды. Конец цитаты. Завтра, 23 мая, в Красноярске проверят систему оповещения населения. Об этом предупреждают в администрации города. Специальные сообщения будут передавать через громкоговорители. Начнется тестирование в 10.40 и займет две минуты. Жители города просят отнестись с пониманием и не предпринимать никаких действий. Напомню, с апреля этого года проверки системы оповещения в Красноярском крае проходят два раза в месяц. Красноярский проспект Мира признали лучшей торговой улицей России. На центральной улице города находится 268 магазинов и заведений общепита. Оргкомитет Всероссийского конкурса торговля России оценивал внешний вид улицы и совокупность торговых объектов городской среды. Всего в этом году жюри рассматривало 2300 заявок. Красноярск встал в один ряд с такими городами, как Москва, Екатеринбург и Тула. Победители наградят 29 мая в Москве на форуме бизнеса и власти. Красноярск побеждает в конкурсе уже третий раз подряд. В 2023 году наш город выиграл в номинации «Лучшая ярмарка», а в 2022 году в номинации «Лучший торговый фестиваль». Это новости ТВК. Если вы сейчас смотрите этот выпуск на Ютубе, поставьте, пожалуйста, лайк этому видео. Это важно не только нам, но и алгоритмам Ютуба. Так ролик смогут увидеть еще больше людей, а нам это поможет снимать новые проекты, выпуски новостей и сюжеты. Самка снежного барса попала в объектив фотоловушки в Саяно-Шушенском заповеднике. На кадрах видно, как она чешется о камне, а затем осторожно подходит к камере и обнюхивает ее. Однажды эта доставка еды уже провалила проверку ТВК, но Екатерина Кашутчик вернулась вновь. Что изменилось, покажет перепроверка ТВК. Вы смотрите новости на телеканале ТВК. Наш телефон 200-0065. И мы продолжаем выпуск. Самка снежного барса попала в объектив фотоловушки в Саяно-Шушенском заповеднике. На кадрах видно, как она чешется о камне, а затем осторожно подходит к камере и обнюхивает ее. При помощи паспорта животного специалисты заповедника определили, что это самка Ирбиса 2022 года рождения. Ее мать в Красноярский край перевезли из Таджикистана. Отмечу, что Саяно-Шушенский заповедник – единственное место обитания снежных барсов в Красноярском крае. Там живет 11 особей. На территории всей страны около 80 ирбисов. Снежный барс – одна из малоизученных диких кошек в мире. Как говорят эксперты, все из-за скрытого образа жизни животных и низкой численности. Научный сотрудник национального парка Роман Афанасьев рассказывает, что фотоловушки привлекают зверей дикой природы новым для них запахом. Уже неделю на территории Саяно-Шушенского заповедника идет экспедиция по местам обитания снежного барса. Поэтому специалисты надеются скоро увидеть новые фото и видео. Не прошли проверку ни Екатерины Кошучек, ни Роспотребнадзора. В новой серии перепроверок мы сегодня возвращаемся на кухню службы доставки «Больше, чем еда». Удалось ли исправить хоть какие-то нарушения или нет, расскажет автор проекта. Как можно подобрать слово, чем оно пахнет, если оно воняет? Не могу открыть холодильник. Спасибо. Совсем силы потеряла Кошучек, холодильник открыть не может. Да. Собрись. Собрись, тряпка. Это снова перепроверка. Сегодня мы вернулись в доставку здоровой еды. Как они себя позиционируют больше, чем едам. А после того, как мы проверили это заведение, эту службу доставки, сюда приехали еще сотрудники Роспотребнадзора со своей проверкой. Выписали штраф. Была надежда, что теперь-то уж точно исправятся. И нам они это обещали. Но вот жалобы продолжают поступать в нашу программу. А значит, идем перепроверять. У нас в пакетике с надписью «Конфеты» лежит сыр с неопознанной датой. Сколько здесь лежит, никто срок годности не контролирует. Видимо, по запаху надо определять, он уже благородный или еще нет. Фу, сыр пованивает. Хочешь понюхать? А что-то еще я одна страдаю. Давай, 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 понюхай, понюхай. Ну как тебе? Чем пахнет? Ну явно не конфетами. Явно не конфетами пахнет, совсем не конфетами. Посмотрите, что там происходит. Все грязное. Какой только мерзость. Я в прошлый раз не вытащила из этого холодильника, но мерзость продолжает здесь плодиться. Вот так выглядит курица. А доставка, я напомню, позиционируется как доставка здоровой еды. Ну, когда вот это вот поешь, в больницу на здоровый рацион можно попасть на пару недель точно. В этой томатной основе плавает что-то явно не томатного происхождения. Видите, вот это белое бельмо. Что-то постороннее сюда уже попало. Либо это уже плесень, которая образовалась внутри. Потому что снова никакого срока годности. Фу, зачем я открыла крышку? Фу, воняет. Я не могу подходить близко просто. Оно воняет так, как будто оно даже не две недели проторчало в холодильнике, а месяца четыре. Ну и выглядит примерно так же. Вот жалко, вы не видите, как сейчас мой оператор снимает вот этот вот крупный план и пытается лицо держать подальше от камеры, потому что воняет сильно. Я открыла крышечку с вот этим вот томатным соусом и увидела, что уже не видно даже томатного соуса, если честно. Она просто покрыта все это плесенью. Зачем я продолжаю нюхать? Вот что за мазохизм? Ну просто нет никаких маркировок. Я должна хотя бы как-то понять. Вот эта курица еще пока не пахнет ничем, кроме курицы. А вот этой уже досталась. Она реально пахнет очень тухлой продукцией, с кислым запахом, с богатым ароматом отвратительности. Но все это свалено в одно ведро. Курица и гнилая морковка. Они точно специально просто хотят делать людям больно. Я вот выставляю, выставляю весь этот тухляк из холодильника. Понимаю, что у меня уже заканчиваются летовые поверхности. Мы скоро не увидим сами эти столы. А на них ведь тоже стоит посмотреть, как они выглядят. Они заляпаны, они грязные, они в пятнах. Прежде чем вот сюда ставить продукцию, а здесь вот у нас и соусы, и ингредиенты, все что угодно здесь готовят. Но при этом столы не моют. Я просто провожу рукой по рабочей поверхности, получаю результат вот такой. Просто грязь прямо на столе. Стухший салат, который уже испортился, продолжает лежать в холодильнике. Оттуда же я вытащила только что овощи, которые, ну, видимо, тоже начали использовать. И решили не следить за их органолептикой дальше. Те же шампиньоны испорченные. Все испорчено. Я ни один пока нормальный продукт на этой кухне не нашла. Вы понимаете, что вот это все, полный стол, заставленный просто дрянью, это все только один холодильник. Только один. В нем нет живого продукта от слова вообще. Насколько надо не следить за холодильником, чтобы там умирали фрукты? До состояния разложения. Насколько? Ну, это как? Все поверхности настолько заляпаны. Рядом с микроволновкой у нас спятна. На плите у нас такой вот этот масляный отвратительный слой, что, мне кажется, перчатка сейчас к нему пристанет. Прям прилипает это все. Эту перчатку снимаю, а второй перчаткой хочу прогуляться по еще одной поверхности, которая тоже должна быть чистой, но она покрыта налетом крошек, налетом пыли. И я не уверена, что она чистая окажется по итогу. Ну, может быть, все-таки надежда есть, и свет в конце тоннеля тоже есть. Вот такая рабочая поверхность. Когда она протиралась, по-вашему, в последний раз? Только краешек я протерла, вот такую обстановку получила. Как вам? Нравится? А вот это вот все мигрирует в муку. Меня отдельно поражает, как люди сами не брезгуют готовить из тухляка, чувствовать этот аромат. Как не брезгуют тем, что у них, например, компьютерные поверхности все вот в таком состоянии. Ведь трогают же руками. Потом этими руками касаются лица, сами в грязи по уши. Неужели не отвратительно? В завершении этой серии я даже не хочу перечислять все нарушения, которые мы сегодня увидели на этой кухне. Они все отвратительные, они все грубые, и они все незаконные. Эта кухня сейчас работает в нарушении санитарного законодательства. Я хочу, чтобы Роспотребнадзор еще раз обратил на это внимание и приехал сюда уже со своей выездной проверкой. Но и хочу напомнить сотрудникам, руководству этой кухни, что все-таки противно так готовить. Я думаю, вам все-таки тоже противно, на это тоже надеюсь. И вместо благодарственного письма, которое я вижу здесь на стене, хочу оставить наше вот такое. Проверку вы сегодня не прошли, и пока работа этой кухни не изменится, пока здесь не научатся готовить безопасно и следить за качеством продукции, мы, видимо, будем сюда возвращаться еще. Я поэтому особенно напоминаю, от нашей проверки никто не уйдет. Екатерина Кашутчик, Вячеслав Кебиков, Новости ТВК. В проверке ТВК теперь есть своя страница во Вконтакте. Смотрите там расширенную версию программы, либо в телеграм-канале ТВК «Проверка». Там мы выкладываем не только все выпуски проекта, но и эксклюзивные видео со съемок и прямые включения. Хотите отправить свою жалобу в проверку, это также можно сделать во Вконтакте или в телеграм-канале ТВК «Проверка». Сейчас в эфире рубрика «Спроси этажи». Каждую среду эксперты компании отвечают на все вопросы, связанные с жильем. Сегодня поговорим о загородной недвижимости. На что обратить внимание при подборе подрядчика и при покупке готового дома. Подробности далее. Здравствуйте, меня зовут Герман Ульянов. Я бренд-менеджер по загородной недвижимости. И это рубрика «Спроси этажи». Как обезопасить себя при выборе подрядчика для строительства частного дома? Вопрос на самом деле очень и очень непростой. Наша компания проходила длительный этап проверки данных застройщиков, потому что на сегодняшний день более 150 подрядчиков, которые строят дома. И понять из них, кто вам построит действительно дом, а кто его просто не достроит, крайне тяжело. Основная задача проверить, что бы я рекомендовал. Это само юридическое лицо. Являются ли у него какие-либо задолженности, есть ли какие-то судебные прецеденты, есть ли какой-то негативный опыт в строительстве. Необходимо посмотреть на его аккредитации. То есть это первым делом также необходимо. Так как любой застройщик, он проходит еще регламенты для банка. И для этого необходимо не менее пяти построенных домов. Юридическое лицо должно существовать не менее двух лет. Представьте. При этом, чтобы не было никаких судебных прецедентов, чтобы не было никаких, так скажем, минусов, чтобы компания уходила в минус. Поэтому необходимо скрупулезно все проверять. Что касается нас, у нас есть свой опыт. Мы уже понимаем, с кем стоит работать, кто чисто юридическое лицо, у кого построены дома, мы сами выезжаем и смотрим. Поэтому искренне я посоветую каждому подойти к этому вопросу более детально, выезжать над объекты, проверять полностью юридические лица. На что обратить внимание при выборе готового дома? Готовый дом, конечно же, здесь важно то, есть ли электричество, подключено ли оно к дому. Действительно, есть ли это скважина, чтобы эта скважина была рабочей. Я прям советую подойти и перепроверить это. Полностью посмотреть состояние дома. Если это каркасный дом, лучше даже я бы советовал посмотреть внутреннюю составляющую, то какой это дом, все ли утеплители на месте, действительно ли это тот самый теплый дом, чтобы работали все коммуникации, трубы, чтобы были все подключения. Потому что иногда хозяева могут говорить одно, но на деле будет совсем другое. Посмотреть, в каком состоянии фундамент, который является основой. Посмотреть состояние стен и тому подобное. То есть лучше, конечно, в этом разбираться и всегда брать какого-либо независимого эксперта, который сможет оценить реальную стоимость дома и реальное качество дома. На сегодня это все новости. Уже через несколько минут смотрите на ТВК продолжение проекта «Подарить дрова». Герои новой серии – многодетная семья из Покровки. Восемь детей и их родителей – Татьяна и Александр. Не пропустите. Напомню, все последние новости есть на нашем сайте tvknews.ru. Также подписывайтесь на нас во всех социальных сетях. И помните, ТВК – это не только ТВ.